Девушки отдыхают Они жили во время неизвестной войны на Восточном фронте О секретных разрушительных операциях, проводимых населением в тылу врага, рассказывает наш фильм Когда Наполеон вторгся в Россию в 1812 году, он захватил Москву Но русские мужчины и женщины, собравшись в отряды за линией фронта, превратили жизнь французских завоевателей ватт То же произошло в 1941 году, когда полчища Гитлера вторглись в Советский Союз К ним в руки попали западные территории Советского Союза Неудержимо, как грибы после дождя, росла всенародная борьба в тылу врага Уничтожить, атаковать немецкие части, взрывать склады боеприпасов, пускать под откос поезда Партизаны действовали повсюду, в густых лесах и на болотах Белоруссии, в Одессе, где они превратили городские катакомбы в штаб подполья Одна из групп молодых подпольщиков при Черноморье вела борьбу против нацистских завоевателей до тех пор, пока не был уничтожен или захвачен нацистами последний партизан Нигде немцы не были застрахованы от атак советских партизан Русские называли этих бойцов народными мстителями Тысячи их отдали свою жизнь в этой героической борьбе Наш фильм – партизанская война Неизвестная война Ведущий и рассказчик Берт Ланкастер, художественный руководитель проекта Роман Кармен Адаптация сценария Рот МакКвен и Фред Виннер, исполнительный продюсер Исаак Лайнерман Партизанская война Ведя оборонительные бои под сильным огнем противника, Красная армия летом 1941 года откатывалась назад под мощным внезапным ударом немцев По всей европейской границе России протяженностью в 1800 миль нацистская орда хлынула в глубь российских равнин Это было невиданное по своей мощи быстроте и жестокости наступление Оно прокатилось через села Украины и Белоруссии, направляясь к Киеву, Смоленску, Ленинграду, Москве С намерением полностью уничтожить Советский Союз и русских людей Таков был план Гитлера Герман Геринг объявил, что в этом году в России умрет от голода от 20 до 30 миллионов человек Население некоторых национальностей необходимо сократить Немцы вели себя так, будто они вступают в свои законные права Они были добры к животным, особенно когда снимались для кинохроники, которая будет показана дома В Рейхе, хотя иногда трудно было найти даже какое-нибудь животное, которое можно было бы приласкать Для мирного населения, которое выживет после сражений и карательных экспедиций В случае победы Германии существовало два пути Переселение в Сибирь Или, если их тип окажется достаточно нордическим, им будет позволено стать частью Германии Их земли и имущества будут принадлежать тысячелетнему рейху Это называлось новым порядком Гитлер считал, что у русских людей не остается никакого выбора, кроме как принять его Но выбор был Тяжелый и опасный выбор И многие его сделали Так родилось партизанское движение Упорное, яростное, вдохновляемое любовью к родине и дому Партизанские ручейки сливались в реку сопротивления Партизанское движение Вскоре к ним присоединились солдаты Красной Армии и коммунисты, которым удалось выйти из окружения Они знали, что борьба будет долгой и беспощадной Немцы предприняли политику полного уничтожения партизан И первой мученицей-партизанкой стала Зоя Космодемьянская Ей было 18 лет Осенью 1941 года, во время сражения за Москву, Зоя действовала в тылу немцев Нацисты поймали ее и повесили в центре села Ей было присвоено звание Героя Советского Союза К зиме партизаны стали мощной организованной силой При желании можно найти выход из любого положения Плохо оснащенные в начале партизаны зачастую вооружались самодельным оружием Случалось, они отбивали оружие у врага Обычно они пользовались ножами, гранатами, винтовками Ручные пулеметы были редкостью О современной артиллерии можно было только мечтать Их главной силой была абсолютная беззаветность и верность Они давали клятву Я, гражданин Великого Советского Союза Верный сын героического русского народа Клянусь, что не выпущу из рук оружие Пока последний фашистский гад на нашей земле Не будет уничтожен За смерть детей наших За пытки, насилия и издевательства над моим народом Я клянусь, мстить жестоко, беспощадно и неустанно Кровь за кровь Кровь за кровь Смерть за смерть Я сперва, я сперва, я сперва, я сперва Смерть за кровь, смерть за смерть Теперь советский народ Рабство коварного фашизма Некоторые из партизанских отрядов стали знаменитыми на всю страну Своей отвагой и решительностью действий Одна из групп называлась «Молодая гвардия» Она действовала в городе Краснодоне Все они стали народными героями Нацисты схватили, их пытали, а затем зверски убили КОНЕЦ Вначале у партизан не было мин, совсем мало взрывчатки Но они делали то, что могли Многих командиров партизанских отрядов звали «Батька» Вот один из них, «Батька» Минай Минай Шмарев Немцы сожгли его хату, убили детей, дочку Лизу Двух сыновей, Сережу и Диму Не пощадили и маленького двухлетнего Мишу Одно имя «Батьки Минай» наводило на немцев страх Многие целыми семьями шли в партизаны Такой была семья Игнатовых Отец командир отряда, мать медсестра Сыновья Евгений и Геннадий – минеры Однажды они пустили под откос немецкий эшелон Но и сами погибли, став посмертно героями Советского Союза Один из партизанских отрядов был назван их именами Отряд Геннадия и Евгения Советская пресса никогда не раскрывала настоящих имен партизан Это Дед Его узнали только после окончания войны Он был самым знаменитым командиром, настоящее имя которого – Кавпак До войны он работал председателем горосполкома в Путивле, на Украине Более мелкие партизанские отряды встречались, чтобы координировать действия и обмениваться информацией Их движение неуклонно росло по масштабам, мощи и эффективности Леса были их владениями, и немцы не смели войти туда, не подтянув значительные вооруженные силы Слишком уверенные в себе, немцы не подготовились как следует к зиме Еще менее они ожидали столкнуться с таким яростным невидимым врагом у себя в тылу Немцы нигде не могли чувствовать себя в безопасности Ночи полностью принадлежали партизанам Днем они наносили внезапные разрушительные удары И исчезали При температуре 30 градусов ниже нуля партизаны уверенно действовали в Белоруссии и на Украине Сначала их были сотни, потом тысячи Война продолжалась, и партизаны уже могли сражаться в непосредственном контакте с частями Красной Армии Они совершали вывозки, собирали информацию среди немецких солдат, живых или убитых Бывали и забавные моменты Не так просто выстрелить из трофейной пушки, если в ней нет затвора Немецкие пленные были довольно словоохотливыми Они были перепуганы, страшась за свои деяния Уже на второй год войны партизанская разведка стала эффективной, оказывая значительную помощь Красной Армии Никто никогда не узнает, сколько партизан погибло И, конечно, их было очень много среди тех 20 миллионов русских людей, погибших в неизвестной войне Субтитры создавал DimaTorzok С партизанами находились кинооператоры Двое из них женщины, Атилия Рейзман и Мария Сухова Мария погибла во время одной из атак Это последняя съемка Марии Атилия Рейзман и Мария Жизнь в лесу была лишена каких-либо удобств Одежды, обуви и еды почти не было Голод и холод были их постоянными спутниками До войны многие из них были горожанами Живя в диких лесах без привычных удобств Им приходилось привыкать совсем к иной жизни Нелегкой жизни Атилия Рейзман и Мария В самодельных госпиталях не было ни медикаментов, ни оборудования Единственным средством анестезии стал стакан водки Ампутации часто приходилось производить ручной пилой Новости были необходимы как воздух Партизанские типографии печатали газеты и листовки для жителей оккупированных территорий Если у человека находили листовку, это было равносильно смертному приговору А в это время на фронте менялся ход войны Сталинград, первая великая советская победа Разгромлена целая немецкая армия Далеко на Тихом океане флот Соединенных Штатов бился с японцами В Северной Африке англичане сражались с корпусом Румеля Красная армия разбила на Волге нацистские армии Партизанские листовки распространялись с риском для жизни Эта женщина, невзирая на смертельную опасность, несет листовки в длинной деревянной прялке Слово «правда» переходило из дома в дом, казалось бы, самыми невинными способами Северной Африке англичане сражались с риском для жизни Часто вслух читали дети, для которых это было более привычным делом Их слушали с интересом И зачастую дети оказывались самыми смышленными при сборе сведений Но если нацисты ловили их, то на возраст скидок не делалось Среди маленьких партизан тоже были свои герои В их жизни не было никаких удобств и никаких детских радостей Молоко было роскошью, не хватало хлеба Они забыли, что значит быть сытыми Но они знали, что их любят В оккупированном Полоцке, где находился детский дом, у немцев были свои планы Об этом узнали партизаны и немедленно предприняли меры Немцы хотели отправить сирот в экспериментальную лабораторию, где их должны были использовать в качестве подопытных Партизанам удалось самолетам эвакуировать детей подальше в тыл Субтитры создавал DimaTorzok Воспитательница детского дома Валентина Ивановна вспоминает Только мы сели в самолет, поднялись Значит, слышим Так и летели Долго ли, сама не поняла Вдруг самолет пошел на посадку, вскачь какими-то прыжками А летели у нас дети, девять человек Один мальчик из старшей группы, Володя Шишков, как раз в том возрасте, как и вы, ребята Он вскочил и кричит Валентина Ивановна, мы горим Мы начали вытаскивать детей с самолета И когда вытаскивали, на некоторых даже горела одежда Я очень хорошо помню, как на одном мальчике горело пальто Плохенькое такое пальто, рваное И на девочке одной Оттащили их и начали вытаскивать раненых партизан И только мы их оттащили подальше, как взорвался бензиновый бак И весь самолет охватило пламени Тогда мы забеспокоились, а где летчик? Стали вокруг глядеть и метрах в тридцати от самолета увидели обгорелого летчика Мамкина, Сашу У Мамкина горели руки, все лицо горело Сам погиб, а мы все в живых остались Нет, никогда не забудем мы летчика Мамкина Никогда Я и вспоминать это спокойно не могу Летчика Мамкина никогда в жизни не забудем Питомцам Валентина Ивановна повезло Владимир Шубин работает на заводе в Минске Анна Шевнова, медсестра Анатолий Ладко, ремонтник локомотивов Маргарита Яцунова вернулась в Полоск, но не в детский дом Семен Корсиков главный техник рефрижераторного судна В конце 1942-го, начале 1943-го, большая часть европейской территории России была оккупирована немцами Но партизаны были везде Сотни и тысячи партизан яростно боролись с врагом Советское верховное командование создает центральный штаб партизанского движения Его возглавил Пантелеймон Пономаренко Один из ведущих партийных деятелей Пономаренко координировал партизанскую стратегию и тактику Осуществлял связь с Красной Армией по доставке оружия, медикаментов, боеприпасов, взрывчатки, врачей, продовольствия А также координировал действия инструкторов по саботажу Осенью 1942-го года немцам приходилось держать 15 пехотных дивизий, 10 дивизий безопасности, 27 полицейских полков, 144 специальных батальона для борьбы с партизанами А через два года 10% всех ударных войск нацистов на Восточном фронте было вовлечено в войну с партизанами Играет музыка По утверждению Пономаренко, к июлю 1943 года партизаны убили 300 тысяч немцев, в том числе 30 генералов, разрушили более 3000 мостов, уничтожили более 1000 танков, около 500 самолетов, до 400 пушек и 4000 грузовиков. Больше всего немцы боялись дорог. У них не хватало сил для их охраны. Захватчики с опаской входили в леса. Время от времени они посылали туда специальные карательные батальоны. Озлобленные войска нацистских эсэс сжигали окрестные деревни вместе со стариками, женщинами и детьми. Хватало малейшего подозрения в связи с партизанами. Немецкое верховное командование приказало принять самые жесткие меры. Жизнь русского не имеет ценности, гласила директива. Методы казни, заявляли немцы, должны ужаснуть людей. В общей сложности только на Украине нацисты истребили более 4 миллионов мирных граждан. В Белоруссии казнили 2 миллиона 250 тысяч человек, разрушили 209 городов и сожгли 9 тысяч деревень. Находились и предатели, приспешники. Они получали по заслугам. Их судил военный трибунал и те, кого они предавали. А затем их расстреливали. Одна из территорий, контролируемых партизанами, по площади равнялась Голландии и Дании вместе взятым. Почти такой же большой район находился в Белоруссии. Его называли Рудбельской партизанской республикой. Рудбельской партизанской республикой. Нормализовалась или почти нормализовалась, настолько, насколько это было возможно в условиях окружения. Дети снова учились. Снова работали типографские станки, поднимая дух людей сообщениями о победах Красной Армии. Эти партизанские районы стали хорошей учебной базой. Здесь постоянно шло формирование новых партизанских отрядов. В руках немцев все еще находился ряд важных центров страны, и прежде всего Минск, столица Белоруссии. Перед тем, как захватчиков выбили из Минска, они, в наказании за акты сопротивления, уничтожили в городе и его окрестностях 300 тысяч человек. Продолжение следует... В оккупированных городах многие жители становились подпольщиками. Они выводили из строя коммуникации, саботировали работу, взрывали склады, убивали немцев. Траурные рамки стали постоянной рубрикой местных оккупационных газет. Вильгельм Кубе Вильгельм Кубе, нацистский наместник в Белоруссии, представитель Гитлера в Минске. Пусть их мозги леденеют от ужаса, любил повторять Кубе, при одном лишь упоминании о моем имени. Являясь наместником в Белоруссии, Кубе был безжалостным тираном и палачом, виновником массовых жестоких карательных акций и поставщиком бесплатной рабочей силы в Германию. Однажды, когда он лег спать, в его постели оказалась бомба с часовым механизмом. Уничтожившие Кубы являлись членами Минского подпольного комитета Осипова и Мазаник. Мазаник служил у горничной у Кубы, она и подложила бомбу. Мазаник служил у Кубы, она и подложила бомбу. Бомбой для Кубы подпольщицу снабдил Пантелеймон Пономаренко, руководитель Центрального партизанского штаба. Много лет спустя он рассказывал. Это так называемая магнитная мина. По единодушному признанию партизан она являлась королевой мин. А в самом начале войны мин у нас не было. Немцы пишут в одной из своих работ о партизанах, что господин Пономаренко, мол, закупил в Швейцарии 7 тысяч часовых механизмов и на их основе сделали магнитные мины. На самом деле мы переправили в тыл врага 750 тысяч таких мин, что по сравнению с этой цифрой какие-то 7 тысяч. И все это сделали наши люди. Вот так и наши девушки взорвали Кубы. Вечерком они подготовили такую мину, поставили на 24 часа, а на другой день подложили в постель Кубы. Центр России, Курск, июль 1943 года. Величайшее в мире бронетанковое сражение произошло здесь. На Курской дуге русские продемонстрировали неоспоримое военное превосходство над немцами. К этой битве готовились многие месяцы. Для оказания поддержки Центральный партизанский штаб разработал план грандиозной операции, который получил название «Рельсовая война». Перед партизанами стояла задача блокировать коммуникации. Советское и германское командование знали, что Курская битва играла критическую роль в ходе войны. Немцы сосредоточили для битвы больше войск и снаряжения, чем они использовали ранее при вторжении в Россию. Партизанам предстояло замедлить этот процесс, сорвать подвоз подкреплений и техники. Операции «Партизан» распространялись на территорию в 210 тысяч квадратных метров, численность их составляла 100 тысяч человек. Курская битва «Партизан» КОНЕЦ КОНЕЦ Несмотря на все предосторожности, в месяц немцы теряли 300 локомотивов, а также более 90 миль стальных путей. Нацисты использовали тактику устрашения, расстреливая всех подряд. Но партизаны возвращались и снова взрывали пути. Партизаны были везде. КОНЕЦ КОНЕЦ К концу 1943 года, когда Красная Армия все решительнее шла на Запад, роль партизанского движения значительно возрастла. Они проводили крупномасштабные мероприятия. Большой активностью все еще отличался Дед Ковпак. Теперь уже он был командиром крупных партизанских соединений. КОНЕЦ Комиссаром отряда был Руднев. Они действовали на территории от Восточной Украины до Карпатских гор. Командиром крупных партизанских соединений присваивали генеральское звание. КОНЕЦ Изменилась тактика партизан. Они не только совершали налеты и диверсии, теперь они были достаточно сильны для глубоких рейдов по тылам немецких войск. У них уже была собственная артиллерия, они уничтожали гарнизоны, освобождая села и даже города. КОНЕЦ Повсюду, куда они приходили, они слышали горькую и страшную правду о зверствах оккупантов. КОНЕЦ Деду и его бойцам приходилось импровизировать, и они отлично справлялись с этим. Они форсировали много рек. Неман, болото Припяти. КОНЕЦ Они шли по горным перевалам Южной Украины, воевали в северных лесах и на равнинах. Вермахт все чаще оказывался между молотом и наковальней. С фронта атаковала Красная Армия, с тыла партизаны. Близился долгожданный час общей победы. КОНЕЦ КОНЕЦ Минск. Красная Армия и партизаны, наконец, освободили этот город. Партизаны являлись настоящей народной армией, солдатами ночных лесов, которые вели народную войну. КОНЕЦ 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 Неизвестная война Наша следующая история – война на море. В то время как нацисты продолжали продвигаться вглубь России, в 1942 году, советский Балтийский флот готовился к защите осажденного Ленинграда. Далеко на юге Черноморский флот воевал за окружённую Одессу и Севастополь. Здесь советские моряки сражались в самых яростных битвах неизвестной войны. Неизвестная война Режиссёр Василий Катанян, сценаристы Александр Пумпянский и Джон Лорд, музыка Алексея Муравлёва и Рода Макюрина, слова русских песен Евгения Евтушенко и Балата Куджава, директор картины Фабиан Могилевский, звукорежиссёр Игорь Гунгер, международный координатор Роберт Эстес, военный консультант Павел Курочкин, историческая концепция Гаррисон Салсбери. Производство «Совенфильм» и Центральной студии документальных фильмов, директор ЦСДФ Евгений Козырев, вице-президент «Совенфильм» Александр Суриков, продюсеры Константин Калзер Исаак Лайнерман, производство Фреда Виннера, Airtime International. На русский язык фильм озвучен Союзским сервисом по заказу телекомпании НТВ.